Ну вот такое утро в Хаммерфале. Какая красота! А у меня погрузка продолжается. Сейчас я вам покажу, что я тут нагрузил. В данный момент осталось две кучи. Вот первая с кормы 1100. Следующая у нас куча 1000 тонн Доломни-то. Холодно сегодня здесь. Уже время уже почти. Зима, ждать не стоит. Так, здесь у нас 1100 тонн. И вот сюда буду уже на мидл грузить последнюю 1050. Для того, чтобы выйти на ровный киль. Всегда нужно так делать. Последняя куча должна идти на выравнивание дифферента. Другому нельзя. Вот внос 1400. И вообще фишка такая. Загружу я эту 1400. Соответственно у нас будет перешифтовка. Посмотрю отсадки. У меня уже примерно в известном позиции, где я буду грузить последнюю кучу. То есть там вплоть до метра точности. Ну и уже там 200-300 тонн погрузил. Прикил, насколько дифферент изменился. Ну и смотришь, нормально, нет? Ну выходишь ты на ту осадку, на которую ты хочешь. У нас ограничение 5,8 в порту прихода в Амстердаме. Поэтому как бы нужно учитывать этот момент. Все, 5,8 это в пресной воде. То есть у нас здесь по моим расчетам вода 1,021. То есть осадка будет у меня по зимнюю марку. Зимнюю марку у меня утоплено. В данном случае на порядка 3-3 сантиметра. Ну мы пойдем топливо потратим, воду пресную. Вот с тем расчетом. Ну на сантиметр все равно мы перейдем утопленные. Ну это в принципе ничего страшного. 1-2 сантиметра как бы это предел от нормы считается. Не нужно этого бояться. Главное чтобы сильно не сыграть. Лучше на ровный киль 5,575. Так примерно будет у нас в пресную воду. Камни грузить намного проще чем тот же глютен. Особенно в зимнее время. Надо постоянно за дождем смотреть. Набегаешься по 10 раз. Там не знаю на вахте открывать-закрывать. Вот здесь что. Начал погрузку. Через 6 часов закончил. Потом переход 5 дней. Самое оптимальное. Проблема сегодня у нас возникла с тем что клиренс между рейлингами и кукером вот этим минимален. Пришлось делать кредо. Используя даже экскаватор. Сядут левый диктант. Вот получается. Только-только короче. Вошли. Вот сейчас спичок оказался. Его погрузили уже. Так что царапали немножко рейлинги. Но это не критично. Мы сейчас пришли получается. Сколько? В 8 часов вечера. И они сразу начали погрузку. В 10 заканчивают. В 6 утра уже продолжают. Вот такая вот работа у нас. Веселая. А ну ребят. Самое главное. Это забыл сказать. Осадки мы там посмотрим. Если балласта как бы нету. Можно уже точно прикинуть. Нужно тебе двигаться дальше. Там куда-то вперед или назад. Чтобы выйти на нужную осадку или нет. То есть у меня там балласт за ночь уже весь откатался. Поэтому как бы точность будет максимальная. Не нужно там прикидывать балласта. Сколько там сейчас у нас в процессе откатки идет балласта. Слушай знаешь. У тебя все пусто по замерам. И спокойно уже выходишь на осадку. Это самый оптимальный вариант. Но не всегда такое бывает. Поэтому. Когда балласт откатывается. И тебе нужно прикидывать. Выходить еще и на ограниченную осадку. Это достаточно проблематично. Но возможно. Если как бы опыт есть. Вот. Самый основной такой нюанс. Вот смотрите. Да. Живут они тут. Рабочие. Какие у них. Домики стоят. Еще летом я тут бегал. Где-то километра два в ту сторону. Тоже красивые виды открываются. Такие горы. Ну и купался также вот в этом месте. Хорошее тихое спокойное местечко. Чистый воздух. Настоящая Норвегия. Ну ребят. Еще так. Один совет. Что должно быть под рукой у вас. Как у Старпола. Заведите себе вот такое ведро. Сразу на приход держите где-то рядом. Вот лента для осадок. Для осадок снятия. Это у нас для балластов. Здесь я сам это все меряю. Тряпочка. Ну и соответственно. Паста обязательно должна быть. Еще в запасе от минимум. Тюбик два должна быть всегда. Фонарик. Нормально чтобы работал. Не как вот этот. Убитый. Убитый. Ореометр. Ну и трубка мерительная. На начальный. Замер. Плотности воды. Ну и на окончание так же. Ореометр тоже должен быть в запасе. Вот я хорошо еще зашел как бы сейчас. Сходил на другое судно с нашей же компанией. У меня стартовка. Куда у него там в запасе аж три штуки было. Но здесь у него большая поправка. Он плотность больше получается дает там. И нужно это тоже учитывать. Сразу на месте с ним сравнили. То есть разница приличная такая. Сейчас надо будет новые заказывать. Старые разбили. Два-два. Сейчас ни одного не осталось. Вот. Как бы самое такое основное. Ну и контролировать постоянно погрузку. Крен. Вот. Остатки тоже да здесь. Надо смотреть. Как я тут сейчас грузил три кучи. Да у нас дифферен там четыре с половиной метра. Допустим если глубинное ограничение. Так уже не погрузишь. То есть надо было вперед двигаться. Чтобы сильно не играть. Осадкой да. То можно как бы сесть. И уже не шифтануться назад. Потому что. Ну просто в дно упрешься. Это будет как бы достаточно серьезная проблема. По-бедски носовой баланс брать. Чтобы корму поднять. Такие нюансы которые могут застать врасплох. Надо придвить вперед. Ну все на сегодня ребят. Всем спасибо за. Посмотр. Всем удачи.